Я бегу по беговой дорожке, и у меня колет бок. Симптомы заболевания печени, они очень нехарактерны и очень смазаны. Каждый день, ну вот какой-то жирный сладкий десерт. Если это один десерт в день, окей. Я брала себе целый курс каких-то порошков, которые нужно там с теплой водой смешивать, натощак пить, а что-то перед сном. Гонять желчи не нужно. Желчи гоняется с каждым приемом пищи. Врачи же где-то этому учат. Oh yeah. Всем привет, вы на канале Быть Гоцей. Наверное, я вас шокирую, если начну эту серию со слов «Вы у меня все уже в печенке сидите». Но на самом деле мне всегда было интересно, почему именно в печенке, а не в почках или кишечнике. Сегодня мы с вами разберем самую актуальную информацию из Японии и США о печени. Поэтому у меня в гостях сегодня хирург-онколог Анатолий Скумс. Это очень важный орган, особенно после новогодних праздников. Наша серия выходит второй, как панацея для печени, для тех, кто пил. Я не пила, например. Я не оправдываюсь? Ну, вот и плачу. Здравствуйте, Анатолий. Привет. Ну, давай попробуем разобраться. Давай. Что такое вообще печень? Печень – это самый крупный орган, если не считать кожу, который непосредственно занимается фильтрацией крови. И у нее существует абсолютное множество функций, которые мы даже и не перечислим сегодня. Главными из них являются как раз-таки обезвреживание всех токсических веществ, синтез белка. Она отвечает за коагуляцию крови. У меня первый вопрос как спортсмена. Бывают дни, что я бегу по беговой дорожке, и у меня колет бок. Это печень? Очень часто при начале физических нагрузок возникает боль либо справа, либо слева. И когда нам в детстве и тренера, и родители говорили, что нужно разминаться, это была не шутка. Так как печень является очень большим депо крови, то есть очень большое количество крови всегда находится в печени, то при физических нагрузках, во время того, как увеличивается приток крови, капсулы печени растягиваются, и, соответственно, может возникать такое давящее ощущение боль в подреберье. Поэтому организм всегда нужно приводить изначально в готовое состояние перед тренировкой, и, соответственно, проводить небольшую разминку. Растянуться, пробежать в малом темпе для того, чтобы не вызывать вот этих болевых ощущений. А так, то, конечно, тренироваться надо. Девчонки, хотела бы вам найти оправдание, у кого там колет бог. Нет, мы просто останавливаемся, еще раз разминаемся, если мы плохо размялись, и продолжаем тренироваться. На своем канале я очень люблю обсуждать все вот эти популярные мифы от блогеров, и многие рекомендуют пить масло натощак для очистки печени, вообще очищать бадами, и вообще, в принципе, что-то там для очистки печени. Насколько нужно чистить печень? Чаще всего формулировка звучит как очистка от шлаков. Тут сразу же стоит учесть, что шлаки изначально – это псевдонаучный термин. Такого термина не существует точно так же, как и не существует шлаков, потому как никто не может объяснить, что это. Точно так же и с печенью. То есть печень сама по себе очищает весь наш организм и сама себя в том числе. И все вот эти способы, о которых ты упомянула, в том числе и питье масло натощак, грелки – это профанация, это создание какой-то видимости для того, чтобы человек самоуспокоился и, возможно, начал себя лучше чувствовать. Что касается БАДов и всех витаминов, стоит учитывать, что в цивилизованных странах – мы возьмем США, Японию ту же – то там очень четко прописано, что для здоровых людей прием витаминов и микроэлементов не несет никакой пользы, а иногда может нести даже вред. Если у человека нормальный полноценный рацион, если он питается разнообразно, для него нет никакого риска возникновения гиповетаминоза или аветаминоза в целом. Как классно, что вы сейчас об этом говорите, потому что, когда я жила в Америке, для меня сходить в фармасию и купить какой-нибудь детокс, ливер-детокс, боди-детокс – это было целое развлечение. Я брала себе целый курс каких-то порошков, которые нужно там с теплой водой смешивать, натощак пить, а что-то перед сном. Так что да, я когда-то тоже была жертвой, и масло я пила тоже, признаюсь честно. Ижога от него такая невероятная, это просто можно с ума сойти. Нет, я тебе расскажу просто, как это работает. Вот это один из самых частых, на самом деле, советов от диетологов, зожников, блогеров и всех остальных. Изначально день голодания, затем натощак выпивается оливковое масло, насколько я помню, и это запивается лимонным соком, и потом кладется сутогревочка. И человек голодает, после вот этого коктейля также там ждет, и на следующий день у него, естественно, будет стул. Да. Вот. И этот стул будет выглядеть как то, что называют шлаки, камни выводит, гонит желчи и так далее. Потому что сама по себе смесь слизи, масла и лимонного сока выглядит очень нелицеприятно, и, соответственно, создает впечатление, что организм полностью очистился, потому что то, что в нем было, выглядит ужасно, и теперь этого нет, и жизнь теперь забьет ключом, и все наладится. И точно так же работают все остальные способы. То есть это просто абсолютно такое лицемерное пользование довериями людей, которое, тем не менее, пользуется довольно большой популярностью. То есть гонять желчи не нужно. Желчи гоняется с каждым приемом пищи. То есть даже если кто-то объедался и хорошо выпивал, я такая, на новогодние праздники, печень чистить не нужно? Нет. Хорошо. Она займется этим сама. Да, печень займется этим сама. Бытует такое мнение, что вино более вредное для печени, чем крепкий алкоголь. Так ли это? Бытует другое мнение, что весь алкоголь вреден для организма в принципе. То есть если еще несколько лет назад было мнение, и в принципе были определенные исследования, в которых утверждалось, что небольшое количество алкоголя способствует уменьшению количества сердечно-сосудистых заболеваний, каких-то онкологических заболеваний и так далее, то на сегодняшний день уже признано, что любое количество алкоголя все равно имеет какое-то пагубное влияние на организм. Независимо от того, какой это алкоголь. То есть это может быть водка, вино, пиво, что угодно. Алкоголь измеряется в единицах этанола. Если взять 10 мл чистого этанола, это как раз бокал пива или бокал вина или стопка водки. Один дринк – это одна вот эта доза. По данным США, 14 дринков в неделю, и ты уже абьюзер. То есть у тебя есть алкоголь абьюз. 14 дринков в неделю – это 2 бокала в день, получается? Ну да, по большому счету да. То есть есть люди, которые действительно свой вечер заканчивают бокал, 2 бокала, ну где бокал, 2 бокала? Ну если так подумать, то это и немного. Но если ты это делаешь регулярно, то есть если это каждый день по 2 бокала на протяжении длительного промежутка времени, то ты алкоголик, да. Без алкоголя на сегодняшний день сложно обойтись, но тем не менее надо знать меру. И тогда с вашей печенью будет все в порядке. Короче, теперь мы продолжаем пить, но более осознанно. Да. Знаешь, как говорят, типа, посмотри на свою проблему, признай ее. И продолжай дальше. Да, и продолжай дальше. Ну как бы отрицать не будем. Просто зная об этом, да. Мы побухиваем. Но каждую среду мы все равно открываем шампанское под новую серию «Быть Гоцей». И не забываем подписаться на этот канал, поставить лайк и написать «Надо, юбка вам, прописокласс». И хорошенький доктор. Девчонки, не стесняйтесь. Какие еще продукты вот так негативно влияют на печень? Если мы не будем брать яды, токсические всякие вещества и все остальное, то чаще всего это именно жирные продукты и продукты с высоким содержанием простых углеводов. Класс, Анатолий, теперь нам нужен просто список продуктов. Тирамису, торт, мороженое, что? Да, все плюс. Бурата, наверное, нет. Почему? 40% жира нет? Или это другой жир? Есть разница, как положить? Там немного другой жир, да. Да, то есть стоит учитывать, да, что нарушает простые углеводы и то, что может вызвать то, что называется дислипидемия, когда нарушается соотношение липидов низкой, высокой плотности и, соответственно, повышение уровня холестерина. Я за всю Украину спрошу, сало? Сало можно? Можно? Сало как раз таки можно, да. Да, потому что реально, а, ну, я хотела сказать, что никто больше двух кусочков не ест, и мне за кадром показывают, о, вот такой кусман сало. Да, ну, то есть опять-таки мера, да? Да, то есть тут во всем красной дитью, наверное, через этот выпуск будет пролегать то, что во всем должна быть мера. И если человек отдает себе отчет в алкоголе, в еде, в лекарствах, в образе жизни, во всем остальном, тогда все будет нормально. Ну, а если систематически, как алкоголь, есть каждый день, ну, вот какой-то жирный сладкий десерт? Понимаешь, это во многом зависит также от конституции человека. Если это один десерт в день, окей. Но если ты каждый день будешь есть какой-то жирный десерт, и ты будешь обращать внимание на то, что каждый день ты становишься на 100 грамм больше, вот, то вполне вероятно, что какие-то из этих граммов будут уже нарастать и на печень. Жир в печени чем он опасен? Если количество этого жира около 5-10% составляет, речь идет уже о таком заболевании, как неалкогольная жировая болезнь печени. В таких случаях замещается ткань жиром частично, и впоследствии может насваиваться уже его спаление, которое впоследствии может привести к циррозу печени. А это уже не лечится. Цирроз печени не лечится? Это уже лечится, только трансплантации. Вот, а до этого лучше не доводить. Как диагностировать у себя, есть ли ожирение печени? Опять же, я возвращаюсь к факторам риска. То есть мы берем сразу же людей с ожирением, это первые кандидаты. Мы берем людей с инсулиновой резистентностью, то есть людей с сахарным диабетом, это два. Людей с малоподвижным образом жизни, ну и как следствие тоже, вот с нарушенным обменом веществ. Для того, чтобы определить, есть оно или нет, часто достаточно сдать базовый биохимический анализ крови. Не всегда, но часто можно будет обнаружить повышение печеночных ферментов. Так называемые АСТ, АЛТ, ГГТП и щелочная фосфатаза. То есть какие-то из этих маркеров могут быть повышены без, если мы говорим о здоровом человеке, без вирусных гепатитов, без токсических воздействий. Опять же, не об алкоголике и так далее. Но в плане полного благополучия есть повышение фермента. И также на УЗИ, на КТ, на МРТ. На сегодняшний день у нас такой статистики нет, естественно, в Украине, но в США 25% населения уже имеет это заболевание. Хорошо, если кто-то вдруг обнаружил, давай успокоим, что это поддаётся лечению. Да, абсолютно обратим, ты абсолютно права. То есть тут даже не столько медикаментозное, как просто модификация образа жизни. То есть если ты вовремя понял, что ты встал не на ту дорожку, то есть действительно более подвижный образ жизни, хотя бы 3-4 тренировки в день по 50-50 минут. 3-4 тренировки в день? Класс! Это мой хирург! Это если быстро, если надо быстро очень вылечить эту болезнь, то тогда да. Ну и, конечно, стоит откорректировать питание. То есть важно отказаться от сахара, от пирожных, от тортов, от чрезмерно жирной пищи. И сбалансировать, максимально добавить овощи, добавить фрукты в рацион, добавить нормальную клетчатку, мясо, рыба, крупы, супы. В общем, нормальный, полноценный рацион, без вредных привычек, без фастфудов и без, ну не без, ну хотя бы минимизировать количество сладкого. Таким образом снижается масса... Чуть-чуть, да, сладкоежка, да? Отстоял чуть-чуть? Такой, чуть-чуть, обожаю. Ну такой, я бы была вообще категорична. Ну вот, человек любит сладко, говорит, ну... Ну и чуть-чуть бухнуть, ну минимально, ну... А, блин! То есть коррекция образа жизни, и таким образом без лекарств можно вернуть свою печень в норму и постараться ее в этом русле удержать. Когда мы пьем антибиотики, мы помогаем кишечнику пробиотиками. Стоит ли как-то защищать печень при приеме антибиотиков? Нет, для печени не нужно никакого дополнительного лечения, не нужно прикрывать печень, не нужно защищать печень от антибиотиков и всего остального, потому что у нас как принято? То есть если человек принимает антибиотики, значит, в первую очередь нужно что? Конечно же, пробиотики. Надо защитить микрофлору кишечника. Вот. Для того, чтобы не было аллергии на антибиотик, надо принять какую-то противоаллергическую антигистамину. Учитывая, что на фоне... А я такая, а вы же ты доктор? Блин, я помню эти списки. Учитывая, что принимаешь антибиотики, могут возникнуть какие-то грибковые инфекции на фоне этого. То есть уже надо принимать и противогрибковые какое-то средство. И учитывая, что печень может пострадать, надо же и гепатопротектор какой-то назначить. Вот. И таким образом, вместо того, чтобы просто 5 дней попить антибиотики и закрыть эту проблему, человек принимает 5 различных видов лекарств. Это называется полипрагмазия. Абсолютно необоснованное назначение большого количества лекарств. Врачи же где-то этому учат. Нет, где-то нет. Этих схем нигде нет. Но опять же, я не осуждаю, я не знаю, наверное, где-то это берется. Но такого нет. И сейчас все такие, он недостаточно компетентен. Мой врач знает лучше. Тогда перейдем к вопросу про вот это сложное слово. Как оно там звучит? Гепатопротекторы. Я его никогда не выговорю, честно. Какое действие вот этих препаратов? Гепатопротекторы – это вообще любимая тема многих докторов. Это то, что сейчас рекламируют везде? Это то, что рекламируют абсолютно везде. Это группа препаратов, которая призвана защищать печень. От чего? Не знаю. От воздействия окружающей среды. То есть от алкоголя, от нас самих. Я думаю, скорее так будет правильнее сказать. Как действует логика? Если ты принял какое-то количество алкоголя, можно выпить гепатопротектор, и все будет хорошо. Если ты наелся, съел 40 килограмм сала и съел тоже тирамису, я потом съем гепатопротекторы. В принципе, практически ничего и не бывало. Но оно так не работает. Сразу же стоит оговориться, что у нас это продается как лекарство. То есть в любую аптеку это может зайти. Это лекарственный препарат, у него есть инструкция, он зарегистрирован и так далее. Но если мы снова же перелетим за океан, то то же, что продается у нас как лекарство, там это БАД. То есть это биоактивная добавка. Потому что зарегистрировать как лекарство то, что не работает, там нельзя. Это как у Остапа Бендера, который знал 400 сравнительно честных способов отбора денег у населения. Так и здесь. Наверное, там можно приравнять. Потому как очень хороший пример из практики. Я часто вижу людей, у которых есть терминальные, то есть очень сильно запущенные заболевания печени, циррозы тяжелые. Им не назначаются эти лекарства. То есть казалось бы, кому как не им. Но они не назначаются, потому что они не работают, они не действуют. Обалдеть. Причем мне лично кажется, что я вот сейчас название не могу вспомнить, но визуально, когда там в аптеке что-то покупаю, серьезные бренды выпускают эти... То есть бренды, которым мы доверяем. Я думаю, что это супер иллюстративный пример того, что все-таки нас, наверное, держат кого-то не за того. Да, обожаю. Очень тактично. Залохов, да? Есть ли какие-то исследования о влиянии ковид на печень? Да, были уже публикации. То есть, к счастью или к сожалению, мы имеем уже довольно... В каком журнале? Как большой. В журнале Эль? В научно-популярном? Просто в популярном. Имеется ряд исследований, которые в принципе говорят о том, что да, ковид, как и в легких, может реплицироваться, то есть размножаться. Так вирус может размножаться и в клетках печени. И очень часто у пациентов, которые непосредственно находятся в острой фазе заболевания, могут наблюдаться повышения опять-таки печеночных ферментов. Часто бывает такое, что в печени, а впоследствии, могут обнаруживаться жировые отложения и мертвые гепатоциты, опять же, клеточки печени. Поэтому да, ковид влияет. Но печень же вроде сама себя, она не регенерирует? Регенерирует. Регенерирует, да? Да, и это одно из самых чудесных ее свойств. Ты же помнишь про Прометея, легенду, который принес огонь людям? Да. И за это боги его наказали. Да. Когда его привязали к скале, вот, и орлы клевали его печень каждый день. И каждый день она регенерировала. То это не миф, это не легенда. То есть мы это наблюдаем каждый день. То есть действительно, печень очень хорошо регенерирует. В своей практике мы удаляем иногда 80, там, 70-80% печени. Хорошая практика у вас такая. Остается совсем небольшой кусочек. И при этом довольно в короткие промежутки времени, там, от двух недель до месяца, печень восстанавливает до 80% своего объема. Обалдеть. Вот. Таким образом, регенераторные ее способности довольно высоки. И точно так же при вирусных заболеваниях, точно так же при токсических воздействиях и всем остальном, маленькие клеточки гибнут, на их месте появляются другие. Но этим не стоит пользоваться. То есть если этим злоупотреблять, опять же, возьмем алкоголь, например, то чрезмерная регенерация может сыграть злую шутку, потому как на фоне вот этих постоянных циклов смерти и рождения возникают злокачественные алкоголи. Это прям очень важная информация. Есть такое мнение, что печень не болит. Болит ли печень? Печень не болит. А как же тогда понять, что у тебя болит печень? Если печень не болит. В самой печени нету болевых рецепторов. То есть в ткани печени их просто нет. Они есть только в капсуле печени. Поэтому печень болит только если она увеличивается в размерах растянулась капсула. Симптомы заболевания печени, они очень нехарактерны и очень смазаны. То есть это может быть какая-то слабость, вот общая такая угнетенность состояния, то есть тошнота, отсутствие аппетита. Довольно характерным, вот единственным из всех этих симптомов, может быть пожелтение кожных покровов. Боткина, да? В том числе. Это же болезнь печени? Боткина это болезнь печени, да. Это то, что в современном мире предназначено назвать вирусный гепатит А. А как он передается? Он передается через пищу, через грязную воду, вот, через немытые руки. То есть чаще всего в том числе. С желтыми не целуемся. Можно я расскажу историю? Пожалуйста. Короче, был этот бренд Avon. Если вы помните, я тогда еще жила на Троещине, и кто-то маме передал этот каталог с этим Avon, и я заказала там автозагар. Это была бомба. Намазалась я, значит, этим автозагаром, прихожу в школу. Стоит, смотрит на нее учительница и говорит, Наташенька, иди домой, отдохни. Звонит моей маме и говорит, что у меня желтуха. Мама звонит с работы, а мама уходила на работу раньше, чем я в школу. Ну и, соответственно, она говорит, что там с тобой? А я вечером помазалась, утром проявилась, мама меня не увидела. Ушла на работу, я пришла в школу, а у меня вот так все желтое. Ну, то есть я реально желтая. Ну, это, представьте себе автозагар конец 90-х, начало 2000-х. Это надо было видеть. Вот, и меня отправили на больничное. Мама говорила, что я не болею Боткина, да, но учительница увидела мое желтое лицо. Так что, если вдруг, если кому рецептик надо... Учительница очень тактично поступила, молодец, так никого и не обидела, но и в то же время и других обезопасила. Да, обезопасила. Это было вообще автозагар того поколения. Значит, не целоваться с желтыми. Итак, мы подведем итоги. Значит, не есть жирное, не целоваться с желтыми и не бухать. И не пить гепатопротектора. Такой тюринь. Все, это уже... Галочки такие зеленые. Раз, 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 раз. Заключительный вопрос. Какой врач отвечает за печень? К какому врачу мы обращаемся, если действительно бок болит, лицо желтое? Есть такой врач, который называется гепатолог. Это врач-терапевт, у которого узконаправленность как раз в сторону печени. Также чаще всего болезнью печени также занимается гастроэнтеролог. Ну и в дальнейшем уже можно распределить по субспециальностям. То есть если это вирусная болезнь, к инфекционистам. Если болезнь хирургическая, к хирургам и так далее. То есть это на самом деле очень такая объемная тема. Но изначально, как правило, обращаются к терапевту, к геостроэнтерологу, к гепатологу. Я была очень рада видеть тебя сегодня здесь. Заходи чаще. Я еще и вопросы подготовлю. Понравилось? Да, спасибо большое. Да, весело было. Было весело, да, и круто. Я считаю, что мы обсудили довольно важные темы. Может быть, кто-то услышит. Может быть, даже кто-то прислушается. Это будет немаловажно. Сто процентов. Мы для этого здесь и собрались. Спасибо вам, что вы посмотрели эту серию. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк и писать какой-то классный комментарий. Я вас всех целую. Мы с вами встретимся в следующую среду.